Привет друзья! Наша поездка в пустыню, к сожалению, сорвалась из-за ковида, так как другие штаты вчера закрыли свои границы и сегодня вечером Бризмон закрывает. Поэтому мы резко поменяли свои планы и выехали в сторону Кейнса. Впереди три дня дороги или 1700 километров. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, добрались мы к вечеру третьего дня до Кейнса, довольны купили последнее место в караван парке на Атшибе и начали ставить лагерь. Пока не добрались, собственно, до палатки, в которую всю насквозь прогрызла крошечная полевая мышка. Ее мы, конечно же, тоже обнаружили в сумке из-под палатки. И теперь нам придется ехать в магазин за новой палаткой. Благо они тут работают допоздна. Наша новая палатка почти такая же, как предыдущая, только с тамбуром и брезентовая. Вот мы приехали на водопады недалеко от нашего караван парка. Прогулка чуть более километра по такой чудесной дорожке. И в конце находится дамба, и вдоль маршрута везде висят предупреждения, что если вдруг дамбу прорвет, то мы услышим звуковой сигнал, и надо немедленно бежать вверх в гору. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вчера мы целый день провели в Кейнсе, а сегодня с утра пораньше выдвинулись на Кейп Требулейшн. И впереди у нас 3 часа дороги, включая паромную переправу через реку. Продолжение следует... Вот, собственно, тут единственный пляж с сетками от крокодилов, где можно купаться, и очень много народу вокруг. На мысе находится самый древний тропический лес, называемый Дентри, а также проживают самые опасные в мире птицы Касавари. С виду они похожи чем-то на Эмму, но могут быть очень агрессивными и даже смертельно опасными для взрослого человека. Бонжи-джампинг для детей. Марковка. Марковка. Почти ни у кого нет никакого нормального расписания, то есть они работают, когда хотят. Ты можешь приехать и узнать по факту, что, допустим, сегодня они открываются в 10, закрываются, к примеру, в 2. Ну, то есть, так повезет. Чудесная надпись, обнадеживает. Можно безопасно купаться, нет крокодилов. Сынный пол. У нее в наших бургерах. Зато есть крокодилы в бургерах, да. Надо попробовать. Все на донейшенах, то есть ты оставляешь на входе доллар, все на честном слове. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой чудесный пляж рядом с отелем. Абсолютно дикий, с кучей кокосов и почти нет людей. Благодаря крокодилам, наверное. Далее показывают фрукты, которые редко совали. Похожи на огромную сливу. Ну что, мы возвращаемся обратно с Cape Tribulation. Очень вовремя, потому что не запланированно пошел дождь. Плюс сейчас думаем заехать на тур. Посмотреть крокодилов в реке в дикой природе. Вот куда мы приехали. Скайпарк. Тут банджа джампинг. 60 метров, если я не ошибаюсь. И офигенные качели. Субтитры делал DimaTorzok 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 День рождения 42-летия Да? Последний день перед отъездом мы взяли тур на парусном катамаране на барьерный риф. Из-за более высоких температур здесь больше мертвых кораллов, и поэтому риф менее красочный, нежели на юге. Но в целом от Кейнса мы остались в восторге. Это идеальное место, относительно недалеко от дома. Там можно погреться зимой, покупаться в теплом море и насладиться невероятно красивым тропическим лесом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok